Началась пресс-конференция достаточно оптимистично. В преддверии каникул народные избранники рассказали, чем занимались всю весеннюю сессию. Единогласно решили, потрудились в этот раз на славу. Предварительно подвели итог работы 2011 года. Было обозначено, что за это время мы приняли более 60 законов. Из них 17 наиболее значимых. А вот в хорошей работе правительства край народные избранники засомневались. Пояснили, у краевых чиновников возможности хоть отбавляй. Однако всеми механизмами власти они не пользуются. Говорить говорят, а до реального дела доходит редко. Мы будем летать на Бережаблях, в Москву за 700 рублей, в Горное море и так далее. Я реальных результатов этих прожектов, честно говоря, не вижу. И они, по-моему, в округе вызывают даже такое недоумение, когда у нас человек, ответственный за эти вещи, постоянно это озвучивает. Электромобили вызывает это уже не улыбку, а как будто недоумение. Отдел прошедших перешли к ближайшему будущему. В декабре на Ставрополье две важнейшие избирательные кампании. Жители края будут выбирать депутатов и в региональный парламент, и в Государственную думу страны. Представители оппозиционных партий сегодня рассказали. Они уже озабочены предстоящими выборами. Я заметил, что началась политическая предвыборная кампания у нас не совсем чистая. Ну, я имею в виду вчерашнюю думу, что показала партии власти, не нужны другие партии в краевой избирательной комиссии. Когда будет официально объявлена гонка, мы будем иметь это сплошь и рядом. Нарушения. Представители малочисленных партий переживают вдвойне. Одно дело грязная политическая кампания, другое, если их вообще не пустят в списки. Но в надежде, что все-таки нам дадут собрать подписи. На сегодня я уже в это верю все меньше и меньше. То есть, так как мы должны регистрироваться и в Краевую думу, и в Госдуму по сбору подписей, то в Госдуму может быть, а в Краевую думу я думаю, что это не произойдет. Осенняя сессия начинается в сентябре. Судя по тому, что выбор депутатам не дают спать спокойно уже сейчас, в декабре предстоит непростая избирательная кампания.